Будда в городе подкаст Серия «Естественная уверенность» Запись лекций и разговоров на облачном ретрите «Естественная уверенность» Ну и потом можем опять обратиться к нашим голубым черным экранам Увидеть друг друга Всем привет, кто-то добавился Новые вот лица появились Ну в смысле новые Конечно, они все старые уже Но добавились, пока мы тут ввели эту настройку Хорошо, ну вот сегодня у нас последняя встреча на этом ретрите Там я предлагаю продолжение Но вы уж там сами решайте, хотите или нет продолжать Значит, ну сегодня какой я план предлагаю? Сейчас вот сначала хочу спросить вас Есть ли у вас какие-то практические вопросы, оставшиеся неотвеченными Да, вот по всей этой нашей вот медитации Как мы проходили И, соответственно, вот может быть последний этот элемент Он там у многих вызывает Ну, собственно, сама практика Шикантаза вызывает у многих вопросов Вот если есть сейчас что-то такое горячее, важное спросить И поговорить об этом Может быть какой-то свой отклик дать, да То есть необязательно вопрос, можно ответ Вот, какую-то обратную связь То давайте это сделаем Потом я, значит, заготовил там спич Ну, я поговорю чуть-чуть Просто у нас там вот возникли обсуждения Мне кажется, важные в группе Ну, и вообще как-то надо завершающий какой-то такой разговор провести Ну, и потом в конце там чуть-чуть еще оставим время На какой-то, опять же, еще раз какие-то отклики В целом про вот этот наш ретрит Так, вот, значит, вопрос появился в чате Как только закрываем глаза, появляются мысли Вы об этом ничего не говорите Ну, а вопрос какой? Ну, я могу тут прокомментировать просто Ну, вот когда я прошу вас обратить внимание на то, что происходит Когда вы закрываете глаза Я прошу вас обратить на это внимание Вы обращайте внимание на то, что у вас появляются мысли Здесь стоит точка Ну, как бы, все Что вы это замечаете А, дальше, значит, появился вопрос Что делать? Они мешают А что вы делаете, Ирина? Что вы делаете? И вопрос, тогда у меня еще тогда вопрос Значит, во-первых, что вы делаете? А во-вторых, чему именно они мешают эти мысли? Я сосредоточиваюсь на дыхании, слушании они отвлекают Понятно Ну, значит, что я тут могу сказать Все зависит от наших задач Да, понятно, что все зависит от наших задач Соответственно, если мы сосредотачиваемся на дыхании То зачем? Что мы тут делаем? Ну, во-первых, если мы говорим о практике осознанности То наша задача осознавать То есть вот это самое главное То есть вот то, что мы называем там дзадзан Здесь, в этой конкретной традиции Все это, вообще-то, относится К большому направлению практика осознанности И если мы практикуем осознанность То наша задача просто осознавать это все Соответственно, внутри этой задачи Могут быть элементы, которые нам помогают осознавать Знаете, что вот я много раз об этом говорил Что вот я предлагаю такую модель Что мы существуем, мы люди Существуем в двух таких модальностях Либо в истории, то, что я называю Жизнь в истории Либо, значит, в присутствии И эти модальности, они у нас переключаются Получается, что жизнь в истории Ну, это вот, собственно, эти мысли Мысли о прошлом, о будущем, о чем угодно Это какие-то оценки Постоянные самим себе, жизни, людям, всему И вот это самопишущаяся история Это вот то, что вы называете мыслями Насколько я понимаю И проблема Я прекрасно понимаю эту проблему, которую вы пишете В том, что они нас в себя забирают Это как водоворот, который в себя затягивает Раз и забрал И все, и мы там куда-то там пошли Пошли по этим лабиринтам и потерялись там Соответственно, если я теряюсь, то я не присутствую То есть получается, что вот в этой дихотомии Вот этих двух модусов жизни То есть я полностью погружаюсь в эту историю И забываю о присутствии Ну, а чем ценно присутствие? Ну, ценно тем, что вот я переживаю жизнь В большей степени я ее переживаю Во-первых Во-вторых, я касаюсь реальности как-то реальнее Да, вот действительно Я слышу, вижу, чувствую Что происходит в реальности А не нахожусь в своих фантазиях об этом В этот момент Вот, то есть Здесь, ну, много вот этих полезностей всяких Да, в практике присутствия Больше для осознанности Естественно, что тут, какие тут, ну, что тут происходит Вот мы погружаемся в эту историю И как нам оттуда себя вынуть Ну, вот мы тренируемся, собственно Поэтому важна формальная практика Поэтому каждый день садимся И начинаем направлять внимание туда-сюда На ощущения, на дыхание Потому что это нам, ну, позволяет нас вынимать из этих мыслей У нас появляется какая-то точка опоры для присутствия Я осознаю это Я вижу стену, я осознаю Я чувствую, там, живот Или, там, свой вес Чувствую задницу, я осознаю Я чувствую дыхание, я осознаю То есть мое внимание опирается на это Но понятно, что, опять же, история сильна И внимание мое утекает туда Соответственно, ну, что делать? Вот мы, собственно, тренируемся Мы, как только замечаем это Как только замечаем, что мы увлеклись снова историей Снова вошли в эти мысли Мы просто спокойно возвращаемся К присутствию, которое опирается на что-то Да, поначалу Почему для нас важны были эти четыре предварительные недели Когда мы выстраивали позу Наполняли тело вниманием Обращали внимание на дыхание Искали его Потом расширяли это внимание У нас всегда был какой-то фокус там Да, даже если в расширенном этом состоянии Когда несколько объектов Несколько каналов восприятия Все равно внимание опирается на это Соответственно, есть к чему вернуться Из истории И это просто вопрос тренировки Это вопрос времени Как надолго вас будет затягивать история И как быстро вы будете возвращаться в присутствие Ну, на это уходят годы вообще-то Да, вот чтобы улучшить это время Да, ускорить немножко это Но зависит, конечно, от времени тренировок тоже Поэтому там, скажем, интенсивные ретриты В принципе, они полезны бывают Когда вы выезжаете там на 10 дней И тренируетесь там по 15 часов в день Тогда за счет этой интенсивности У вас нарастает этот процесс Вы действительно больше замечаете И как-то легче вы выходите из этой истории Но если мы берем вот так по полчаса в день То у нас уходит месяц Действительно годы постепенной Такой вот тренировки Когда это становится Ну, вот как-то легче Легче возвращаться в присутствие Ну, у нас тут есть, так сказать Эти самые типс Да, то есть такие какие-то Элементы, которые нам помогают В конкретном этом случае Вот вы пишете, что когда закрыты глаза То мысли появляются Да, поэтому Поэтому что мы делаем? Мы открываем глаза И поэтому именно в своем таком классическом виде Практика шикантазы дзадзан Делается с открытыми глазами Да, мы сидим перед стеной И просто смотрим в нее Потому что это Как бы снижает Отсюда Отсюда количество мыслей Потому что как только я закрываю Там действительно большая вероятность Погружения в мысли Или в какую-то дремату Или в какую-то, значит, такое Такое сноподобное Ну, мечтания какие-то Да, то что образы появляются Вот С открытыми глазами Это уменьшит Поэтому Можно открывать глаза Но в целом вообще Вот здесь важно понимать Что отвлечения неизбежны Отвлечения вот От фокуса Который мы выбираем Если мы тренируем сфокусированность Но вот Что мне кажется тут важным В контексте нашей жизни Вот все-таки мы здесь Не монахи Мы здесь Не живем в каких-то пещерах Да Мы живем своей какой-то активной жизнью Люди В городах В семьях У нас много дел Мы там занимаемся Какими-то делами Бизнесом и прочим И Вот в такой вот Жизни Ну, как Какое у нее качество Она разнообразна Да Жизнь разнообразна Вы сейчас поделали это Вам нужно переключить внимание на то Вам нужно перейти туда Вам нужно переехать Вам нужно это сделать Это с этим поговорить С тем По телефону Тут Тут, значит, смс пришла Тут мессенджер У нас очень много всего сейчас Мне кажется Вот в нашей ситуации Нам гораздо важнее умение Не просто долго удерживать внимание на одном объекте А умение Осознавать С чем я сейчас в контакте И умение входить в контакт Быть в этом И переключаться Отпускать что-то И переключаться на другое Поэтому, конечно Вот это Однонаправленное внимание Ну, там В буддизме Это очень как-то подчеркивается Во многих буддизмах Подчеркивается Однонаправленное внимание Важно Да То есть, когда мы Направили внимание И оно удерживается там Долго Ну, минуты При определенной тренировке Часы даже может быть Да То есть, он просто не отвлекается Оно устойчиво Прилипло к чему-то И остается там И все И это, конечно Ну, чем это хорошо? Во-первых, это дает вам Хорошее, большое состояние Успокоения Вот эта опорность Внимания Стабилизирует вас И вы так, в общем-то Спокойно Ну, как-то Это глубокое успокоение И чем глубже Тем Чем глубже вот эта Средоточенность Тем глубже состояние Возникает И вот, соответственно Люди Некоторые Привыкают к этому Существует Что это вызывает Очень приятные переживания И в самых там Глубоких состояниях Вообще исчезновение Ну, какого-то Контакта С реальностью Как мы вот воспринимаем Исчезает ощущение тела Исчезает даже там Видение Слышание То есть, человек Он как бы Погружается в какое-то Ну, вот состояние Транса Такого особого В котором Можно долго Пребывать И там исчезает Время Исчезает все Соответственно Это блаженство Ну, блаженное Такое состояние Соответственно Конечно же Оно может Привлекать людей И, ну, как-то Привлекает Но В нашей жизни Ну, как бы Я считаю Что это не слишком Полезно И, в общем-то Если мы вспомним Про историю Будды Гаутама От которого мы Отсчитываем Все эти практики То, собственно Он прошел таким путем Когда он Соприкоснулся Со страданием То есть, это стало Для него как-то Очевидно Да, каким-то Таким Экзистенциальным Вызовом Кризисом Что вот Страдание существует Страдание в этой жизни Просто Как часть этой жизни Дальше он стал искать Какое-то решение Этому Стал ходить там По тем учителям Которые там были И все они В общем-то Ну, там описывается В каноне там Два этих учителя Конкретных Но оба они Предлагали Вот некий Такой уход От реальности Да, когда мы Через вот такую Концентрацию Интенсивную Достигаем Состояние Полного растворения Да, меня Вот Растворение То есть Ну, там Возникает Чувство переживания Что я есть Но Оно Не в контакте Вот С реальностью Времени Да В реальности Ощущений Переживаний Которые мы Переживаем Потому что Реальность Времени Реальность Ощущений Физически Она Она Болезненная Потому что Ну, как-то Мы меняемся Все меняется Боль приходит Тело И Какие-то Ну, то есть Это болезненно Собственно Из этого возникает Страдание Вот Ну, и Соответственно Эти пути Они все были Такими путями Ухода от этого То есть Человек уходил Вот в некое Переживание Безвременное Безвременного Транса И блаженства И все И там оставался Но Получается, что Организм Тело-то Живет По-прежнему И неминуемо Этот человек Возвращается Потом В эту реальность Он озирается И смотрит Черт, опять Я опять здесь Я никуда не делся Он Да, он Побыл В этом Каком-то Вневременном То-то здесь Парадокс Такой Там как бы Времени нет Как измерение Но Получается, что Его организм Продолжает жить Здесь В этой реальности Он возвращается Сюда Из этого Транса Из любого Транса Он возвращается И тогда Что ему делать Здесь Как ему С этим быть И вот Соответственно Будда Не удовлетворился Теми способами Которые Мы предлагали Тогда он Стал сказать Свой И вот Нашедший его Потом Предложил Это То, что Мы примерно Сейчас делаем То есть Когда мы Да, мы Тренируем Концентрацию Но до Определенного Уровня Не до Того уровня Когда нас Туда Совсем Заберет И Уведет В Трансовое Состояние У нас Оно Такое Знаете Оно Как бы Оно Конечно Менее Реактивное Оно Конечно Более Такое Открытое И Спокойное Там Есть Определенный Уровень Спокойства Оно Ясное Но При этом Оно Не сильно Измененное То есть Это Не Транс Все-таки И Поэтому Мы Стараемся В нем Оставаться В нем Задерживаться Дальше Просто Осознавать Что происходит Входить В контакт Со своими Переживаниями Текущими Тело Чувствует Тело Слышу Звуки Слышу Звуки Но Это Тренировка Мы Собственно Делаем Это В формальных Тренировках И Внеформальных Мы Стараемся Возвращаться К этому Состоянию Просто Свидетельствуем Дальше Тут уже Есть Собственно Такой Момент Прагматический Вот То Тренировки С чем С чем Я Вот Во-первых Глаза Пробуйте С открытыми Глазами Я Думаю Что Это Помогает Да Поэтому Мы Собственно Сидим С открытым Глазом Ну Вот Такой Ответ Да То То есть Это С одной Сторон Внутренний Поиск Всегда Индивидуальный Очень И Такой Вопрос С другой Стороны Здесь Важно Ну Как Это Не Не Нервничать По этому Поводу Да То есть Важно Понимать Вот Это Как Это Уже Это Как Фрейм Такой Нашей Практики Да Это Это Уже Понимание Да Что Это Путь Это Очень Постепенное Развитие Навыков Мы Не Перепрыгнуть Из одного В другое Это Как Тренировать Мышцы Там Не знаю Ходить В спортзал Бегать Или что Еще Вы не Можете Если Вы никогда Не бегали Вы не Можете Пробежать Марафон Сразу Нам Нужно Тренироваться Здесь То же Самое Поэтому Каждый День Садимся И Сидим И Что То Внутри Начинает Тренироваться Постепенно Окей Значит Оксана Пишет Что У нее За месяц Прошел Так Сейчас Ирина Внутри Всегда Сидит Комментатор Который Комментирует То что Я делаю Сидишь Не так Спина Болит Ну Вот Мы Просто Осознаем Этого Комментатора Как Остальные Персонажи Убить Его Мы Не можем Понимаете Ну Что Делать Вот Наш Способ Бытия Со всеми Внутренними Структурами Это Ничего С ними Не делать Потому Что Как Только Вы Ухудшить Ситуацию Начинается Внутренняя Борьба Ах Ты Комментатор Вот Я Недоволь Счет Тобой Вот Он Вас Комментирует Ты Критикует А Вы Его Критикуете Или Кто Там У вас Вот Это Вы Кто Это Который Критикует Критика Мы Никогда Не Решим На Этом Уровне Эту Проблему Поэтому Единственное Что Мы Можем Окей У меня Пусть Они Там Я Возвращаюсь К этому Это Радио Опять Начинает Ты Не Так Сидишь Не Так Ходим Окей Я Слышу Тебя Опять Тело Он Опять Он Продолжает Он Продолжает Вот Чтобы Он Затих Чтобы Радио Затих Нужно Время Просто У меня Нет Другого Ответа Нужно Время Окей Так Вер Да Выходите Говорите Да Делай Шикантазово У меня Возникло Такое Ощущение Что Моя Попытка Быть Условно В 40 Минут В правильном Состоянии Она Изначально Неверна И мне Нужно Пробовать Ну Условно Ничего Не Делать В течение Вот Этого Конкретного Момента Если Я Вот В этот Момент Прямо Сейчас Не Удалось Ничего Не Делать Все Это Уже Маленькая Победа Дальше У меня Оно Появилось Но Дальше У меня Опять Победа Когда Я Это Увидела Я Опять Ровно Мгновение Я Ничего Не Делаю И Это Опять Победа То есть Это Как Знаете Как В школе Когда Нам Красненьким Цветом Помечали Ошибки Это Как Негативный Способ Вприятия Реальности А Позитивный Способ Это Когда Сердечком Обводит Там Где Красиво У ребенка Мне Кажется Более Позитивно Вот Эти Моментики Которые Стоят Из Отдельных Мгновений Вот Таким Красненьким Сердечком А Вот Сейчас Я Допустим Я Средоточена На Дыхании И Вот Сейчас Я Средоточена А Между ними Есть Некие Провалы Но Они Меня Не давят С Негатив Негатив И Вот С С Этой Точке Зрения У меня Попытки Шиконтази Они Тоже Именно Из-за Этих Мгновений Стались Оставляться Вот Я Заметила Что Когда Я Перехожу От Того Чтобы Воспринимать Все Каналы К Тому Чтобы Ничего Не Делать Вот Этот Первый Момент Перехода Он Какой-то Такой Яркий И Отличается От Того Что Дальше Если Ничего Не Делать Я Опять Вот Пробую Варьировать То Я Что Делаю Допустим Слежу За Дыханием Потом Отпускаю Слежение За Дыханием Слежу И Отпускаю Получается Что Есть Некий Момент Перехода Я Ярко Ощущаю То Что Я Присутствую То Что Я Осознаю И То Что Я Ничего Не Делаю И Есть Некий Маленький Момент И Я Это Сместила Опять С дыханием Как и Раньше И Мне Понравилось Тем Что У меня Получалось В этот Момент Присутствовать Я Тоже Как Мой Опыт Был Из Маленьких Побед И Потом Мне Это Стало Мешать То Туда То Сюда И Мне Стало Удобно В течение Некоторого Времени Пребывать В этом Ничего И Возникли Некие Такие Фазы Когда Глубочайшее Какое-то Расслабление И Даже Может Не мышцы Чего-то Даже Что Сложно Представить Ну Как-то Сложно Объяснить И Какой-то Более Глубокий Опыт Ну Да Я Вот Об этом Хотела Сместить Спасибо Вера Ну В общем Да Все это Вот То Что Вы Сказали Это Очень В контексте Именно Такого Практики Дзен Дзен Практики Дзен Буддизма Вот Ну Вот Я Уже Рассказывал Эту Историю Серьез Напомнил История Из моей Жизни Напомню Еще раз Потому Что Она Важна Именно Для Понимания Этого Контекста Как Мы Это Делаем Ну Вот Когда Я Там Сидел Долгий Ретрит И В какой-то Монент Я Так Как-то Напрягся И Испугался Что Я Не Смогу Это Выдержать И Учитель Харадрош Он Мне Сказал Ну А Ты Выдержишь Одно Счет Одного Дыхания Я Выдержу Ну Вот И Выдерживай Сиди Вот Это Очень Важный Такой Момент Что Мы Действительно Ну Когда Мы Сидим Мы Сидим В Этом Моменте Наша Основная Задача Когда Мы Горем О Присутствии То Что Я Присутствие Вот История Всегда Существует Во Времени Она Существует Из Прошлого В Будущее И Вот Этот Критик Которым Вы Ирина Говорите Он Тоже Существует Во Времени Он Комментирует Вот Потому Что Это Ну Как Критик Он У нас Вырастает Да Там Можно Говорить О Психологических Основах Этого Да Там Что Сначала Голос Может быть Критические Родители Потом Терроризируется Внутрь Потом Внутри Уже Живет Нас Но Это Все Связано С какой-то Историей Это Часть Нашей Личности Которая Связана С историей Которая Живет Из Прошлого В Будущем Которая Как Б Вот Этот Критик Он На чем Основан На том Что Ты Не Такая Потому Что Потому Что Потому Что Потому Что Ты Не Будешь Успешный В будущем Я Тебе Забочусь Этот Критик Он Забочится О вас Он Хочет Сделать Вас Лучше 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 И поэтому Ты недостаточно Хороша И вот Ты Не так Сидишь Для того Чтобы Будущем Тебе Нужно Лучше Быть Для того Чтобы Будущем Ты Была Более Успешной Это Какая Это История Это Не То Что Сознательно Это То Что Я Описываю Это Какой-то Бессознательный Процесс Но Он Так Устроен Что Он Живет Из Прошлого Будущего Когда Мы Говорим О присутствии То Присутствие Всегда Здесь Только Здесь И Только Сейчас А вот Это Пресловутое Здесь Сейчас Очень Так Уже Как-то Нашей Культуре Его Изнасиловали Просто Вот это Здесь Сейчас Это Выражение Но По сути Да Это И есть Мы Возвращаемся В то Что Переживаем Прямо Сейчас И Здесь Нет Фактически Нет Времени Потому Что Это Мгновение Ну Как Сколько Длится Это Одно Мгновение Неизвестно Но Вот Так Оно Длится Но К чему-то Мы Можем Вернуться К своему Текущему Переживанию Прямо Сейчас Вот Вдох Почему Мне Этот Учитель Сказал Что Можешь В течение Одного Дыхания Могу Когда Я беру Какой-то Очень Маленький Промежуток Времени Для Вот Этого Осознавания Мне Легче Опереться В этот Момент Если Мы Говорим Что Внимание Опирается На что-то То Оно Опирается На Нечто С чем Входит Сейчас В контакт Дыхание Это Ощущение Что Это Просто Видение Моей Стены На которой Я Сижу С чем-то Оно В контакте Оно Опирается Прямо Сейчас Я Чувствую Это Прямо Сейчас Я Осознаю Что Я Переживаю Это Прямо Сейчас И В этом Мы Находим Опору В этом Окей Да Сейчас Это Так Да Сейчас Это Так Степенно Как у вас Вера Это Произошло Со временем Мы Там В этой Точке Сейчас Мы Находим Успокоение Глубокое Расслабление Какое-то Такое Действительно Экзистенциальное Расслабление Я дальше Об этом Хочу Поговорить Собственно Про Эту Тему Смерти Которую Вы Там В группе Начали Вот Потому что Мне кажется Это Важно Сказать Об Этому Так Вот Здесь Мы Просто Входим В контакт С этим Присутствием И Все И Вот И Сейчас А Сейчас А Сейчас А Сейчас И В этом смысле Мы Входим В какой-то Глубокий Контакт С Реальностью Еще Вот Как Она Представлена Нам Сейчас Тогда Исчезает Ну вот На это Время Вот Здесь Опять же Парадоксальным Оборудом Если Я Сейчас То На Это Сейчас История Уходит История Уходит Куда-то В бэкгран Да Ну вот Опять же Я Об этом Много раз Говорил Но Повторю Потому что Это Забывается Нужно Все время Повторять Что Вот Эти Два Два Модуса Жизнь В истории Жизнь В присутствии Они действительно Как бы Мы можем быть Либо там Либо там Это как Ну вот Как Знаете Этот тест Который Там часто В гештальтерапии В разных Технологических Школах Применяют Там Вот Либо Этот Рисунок Рисунок Там Чаша Или Два Профиля Да Ну знаете Тест И Когда Вы смотрите На это Вы либо Видите Чашу Либо Два Профиля Вот Невозможно Видеть Одновременно Ну Существует Это Можно Так Вот Так Глаза Так Развести Но Все равно У вас Будет Внимание Вот так Вот Прыгать Там Внутри Если Вы Обратите Как Это Работает И Получается Что То есть Мы Можем Фокусироваться На чем То Одном Только И Здесь Это Очень Похоже Либо В истории В этих Мыслях Там В оценках В прошлом Будущем Либо В этом Переживании Я чувствую Я переживаю Сейчас Вот так И И то И другое Существует Одновременно Когда Вы Находите В истории Ну Ваше Реальное Присутствие Никуда Не девается Вы Вы Там Чувствуете Ну Значит Что Ну Как То Вы Не Умерли В этот Момент Вы Живы Значит Вы Как То Функционируете В этом Ральном Пространстве Как То Где То На Бэкграунде Вы Слышите Звуки Но При Этому У вас Основное Ваше Внимание Погружено В эту Историю Фокус На нем То есть Вы Видите В этот Момент Чашу Только А Потом Когда Мы Специальным Образом Переключаемся На Присутствие На Переживание Присутствия Я чувствую Я В контакте С этим С тем Что я Чувствую Сейчас Вижу Там Слышу История Моя История Как Личность Она Никуда Не Девается Все Мое Прошлое Мое Предполагаемое Будущее Все Голоса Оценочные Они Где Там По Прежнему Живут Но Они Уходят Я С ними Не В контакте В этот момент А я В контакте Со своим Текущим Переживанием Ну Или Если Я С ними В контакте Как С текущим Переживанием Да То есть Опять же Если Я Слышу Голос Осознаю Критика Как Просто Некий Голос Как Радио Которое Работает Там Где-то Вот Так То В этот Момент Я Присутствую Я Осознаю Это Просто Как Голос Я Не Внутри Истории Вот И Это Тренировка То есть Опять же Вот Там Проводились Всякие Исследования Сейчас Очень много Этих Исследований Там С мозгом Действительно Это происходит То есть Говорят Что Ученые Говорят Что Два Разных Просто Две Разных Зоны В мозге Они Включаются По Очереди И Соответственно Либо Либо Это У нас Активизировано Либо Другая И В чем Проблема Вот Такого Вот Этой Жизни В истории Что Она Автоматична Что Она Нас В себя Засасывает Погружает Каждый Из нас Это Переживает На своем Опыте Вот Когда Говорят Это Водоворот Который Насасывает Вот То О чем Вы Ирина Говорите О том Что Вы Закрываете Глаза И Это Просто Приходит Без Спроса И Просто Вас Забирает Да Вот Этот Критик И Вас Начинается Внутри Это Вариться Как Вы Начинаетесь В этом Вариться Это Состояние По Умолчанию Мы Это Без Запроса Приходит А Присутствие Получается Нам Его Надо Тренировать И Это Не Так То Просто Вот И Поэтому Мы Делаем Эти Упражнения Поэтому Мы Сидим Насиживаем Это Время И В Обычной Жизни Тоже Чаще Стараемся Возвращаться В присутствие Буквально Раз Как я Сейчас Как я Чувствую Что я Чувствую Что я Переживаю Постепенно Этот навык Тренируется И его Становится Больше В жизни Это Все Окей Еще Кто-то Хочет Что-нибудь Спросить Сказать Нет Хорошо Давайте Я пока Тогда Поговорю Про Какой-то Резюмирующий Разговор Который Где Мы могли Увидеть Большую Картину Нашей Практики С одной Сторона Там Есть Понятные Прагматичные Результаты Мы Становимся Чуть Более Спокойны Мы Становимся Чуть Более Осознанными В нашей Повседневной Жизни Ну что Делать Сегодня Мы как раз Разговаривали С Оксаной В фейсбуке Что там Она спросила По поводу Опаздывания Когда Она опаздывает Она нервничает Что делать Здесь Универсальный Ответ Что делать Что мы делаем В медитации В нашей Формальной Практике Физическим Что делаем Мы обращаем Внимание На опору Мы обращаем Внимание На Вот это Вот Как бы Наполняем Вообще Тело Вниманием Чувствуем Как сейчас Тело При этом Она чуть-чуть Смягчается И для нас Важно Смягчить Эту Переднюю Линию Для нас Также Важна Вот эта Прямая Ось Позвоночника Это дает нам Чувство Внутренней Опоры Устойчивости Центрированности И третий Элемент Какой же Там Четвертый Это Внимание К пространству Что Она открыта Она не сужена Вот эти элементы Очень простые Это физиологически Опять же Обусловлено Все То есть Там Стресс Что он делает Он лишает нас Опоры Он Сужает Пространство Да Вот это Делает Вот таким Туннельным И он меняет Наше дыхание То есть сжимается Передняя линия Тела И если мы Еще там Например Как-то согнуты Как-то вот Скрючены То это тоже У нас Сжимает Поэтому нам Важно Раскрыться Почувствовать Опору Почувствовать Дыхание И раскрыться К пространству Сделать Противоположные Вещи Они такие Вполне Физические Вполне Инструментальные Это очень Какие-то Понятные Вещи Которые мы Можем Сделать Просто Сделать Это все Своим Вниманием Своим Физическим Каким-то Изменением Это все Помогает Справляться Со стрессом И с любой Нервной Ситуацией Когда вы Нервничаете Но это же Это же Все Мы делаем В нашей Формальной Практике Медитации Это потому Что Зачем Потому что Это приводит Нас В это Более Уравновешенное Состояние Из которого Мы начинаем Смотреть Из которого Мы начинаем Входить В контакт С реальностью Вот И таких Вот Ну Элементов Прагматичных Их достаточно Много Собственно Почему люди Честно Приходят К медитации Вот Ну Зачем Чтобы успокоиться Чтобы сон Наладился Чтобы там Чтобы больше Осознавать Чтобы фокусироваться Ну Вот Какие-то Такие Вещи Но Если мы Говорим О каком-то Большем Контексте Более Широком Глубоком Вообще Люди Вот Есть В нашей жизни Есть Религии Да Или там Духовные Практики Просто Религия Получается Что Как бы Любая Духовная Практика Она Стремится К К К К К К К К И И Дальше Начинается Возникновение Всяких Институтов Которые Часто Как раз Уводят От Живого Опыта И Поэтому Религия Закостеневает Становится Такими Жесткими И Скорее Часто Людей Уводят От Непосредственно Живого Переживания Контакта То Что Мы Зан Духом Духовным Переживанием Поэтому Мы все время Ищем Что Нибудь Свеженького То есть Где Свежесть Где Жизнь Вообще Потому Что Часто Часто Бывает Так Что Из Формальных Организаций Религиозных И чем Больше Религиозных Организаций Тем Чаще Там Жизнь Оттуда Уходит Получается За счет Именно Такой Слишком Жесткой Структуры Но Все Таки Если Мы Посмотрим На То Как Это Возникает Почему Откуда Появился Этот Будда Откуда Появился Иисус Христос Откуда Все Появляются Все Эти Основатели Этих Религий Или Там Основатели Новых Движений Религии Откуда Появился Доген Зан Буддизм Там Другие Какие-то Учителя Известные Они Появляются Из Вопросов Вопросов К жизни Очень Личных Вопросов Собственно История Будда Она В этом Смысле Такая Архетипичная Что Жил Человек Ну Как-то Жил И Жил Себе Нормально Жил И Не Касался Особо Страданий В том Смысе Что Он Просто Не Задумывался Как-то Все Было Хорошо Все Было Окей Поэтому Ну Что Есть Какие-то Прагматичные Задачи Надо Ребенка Родить Вот Родили Надо Принцем Стать Понятная Карьера Смысел Принц Понятная Карьера Королем Станет Ну Как-то Вот Живет Что Король Делает Что Принц Делает Он Там Развлекается Ну Вот Как-то Такая Жизнь Принца Очень Понятная И Прагматичная А потом Вдруг Происходит Этот Кризис Он Понимает Что Он Умрет Что Жена Умрет Отец Умрет Дети Умрут Все Умрут Что Болеют Люди Что Стареют Все Это Неизбежно Что Теряем Мы Все Время Что-то Или Кого-то Все Это Неизбежно И Соответственно Вот Он Кризис Вот Он И Тогда Заникает Вопрос Как Жить Как Жить Вот Тут На Днях Как раз Вера Задала Вопрос Про Собственно Смерть И Как С Этим Быть Дом Продолжение следует...